Добрый вечер! Сегодня хочу рассказать, как мы построили доходный дом с привлечением ипотечных средств. Что такое доходный дом? Для тех, кто не знает, это жилой дом, разбитый на определенное количество студий, комнат для последующей сдачи в аренду. Не посуточно, а на длительный срок 11 месяцев. Мои коллеги обычно практиковали приобретение дома, готового, земельным участком, под чистовую отделку. Потом разбивали его уже в дальнейшем на студии и, соответственно, доводили дом до того, чтобы его сдавать. Но данные дома по цене обходятся довольно дорого, поэтому мы исходили из другого. Найти наиболее дешевый дом, использовать ипотечные средства для его дальнейшей достройки. Такой дом мы нашли. Он был расположен в районе города Апрелевка. Общая площадь его составляла 260 квадратных метров. Это деревянный дом 11 на 11. Стоимость дома составляла 5 миллионов 300 тысяч рублей. В чем был плюс? К дому был подведен газ, электричество было 15 киловатт, были все коммуникации, выгребные ямы. В доме, в общем-то, даже висели люстры. То есть это нас устраивало. Сам участок составлял 4,5 сотки. Перед тем, как приобретать дом, мы сделали тест. Поставили рекламу на аренду и посмотрели количество звонков по цене 14 и 18 тысяч рублей. Звонки были как по 14, так и по 18. Поэтому мы сделали средний расчетник 16 тысяч рублей ежемесячной оплаты. Ежемесячный платеж по ипотеке у нас составлял 63 тысячи 100 рублей. Поэтому даже в самом негативном варианте, сдавая в аренду по 14 тысяч рублей, мы все равно оставались в плюсе. Математика сходилась и было принято решение приобрести данный объект. Планировку дома, дальнейшую достройку, подборку мебели. Все это делали мы самостоятельно. Итого у нас получилось в общей сложности 15 студий. Самая маленькая из которых составила 7 квадратных метров. И самая большая получилась 20 квадратных метров. Банк нам оценил дом в 6 миллионов 300 тысяч рублей. Ипотеку мы делали с завышением, потому что не было первоначального взноса. На руки мы получили 5 миллионов 240 тысяч рублей. И получилось, что своих денег на данный момент, на данном этапе мы затратили 60 тысяч рублей. Почему мы пришли к выводу делать ипотеку без первоначального взноса? Потому что у нас оставались свои собственные денежные средства, которые нужно было потратить на следующую достройку дома. То есть свои вложения все равно в этот проект в любом случае потребовались. Поэтому мы и пришли к выводу, что ипотека должна быть без первоначального взноса, чтобы не делать этой затратной части. По ремонту дома. Мы столкнулись с определенными проблемами. Об этом вообще можно написать целую книгу. Проблем мыло много. Шумоизоляция, электричество. Но данные проблемы мы все решили. Все сделали и ввели дом в эксплуатацию. Мобилировку студии мы все делали сами. Примерная затратная часть. На одну студию уходит где-то 1030. Не более того. Примерная затратная часть. На прилегающей территории мы положили плитку, поставили беседку для удобства наших жителей. На калитку поставили замок с пропускной системой по карточке, чтобы никто лишний не заходил и не посещал наш доходный дом. На ремонт дома, мобилировку студий и облагораживание участка мы потратили своих денежных средств около 3 миллионов рублей. На данный момент общая доходность дома составляет 218 тысяч рублей. Вычитаем оттуда 70 тысяч ипотека, 10 тысяч коммуналка и 20 тысяч управления. И в общей сложности у нас остается чистой прибыли 118 тысяч рублей, что составляет 40% годовых. На данный момент дом находится на продаже. Поэтому если кого-то заинтересует, набирайте по телефону или пишите. В любой момент мы его сможем показать. Его можно будет посмотреть. Сделку мы проведем. И вы станете собственником хорошего доходного дома. Продолжение следует...